Давайте начинаем. Коллеги, да, тема сложная, но я как разработчик слэш-менеджер постараюсь вас согреть любовью. Значит, отключите мозги, расслабьтесь, получайте удовольствие. Будет настолько сложно, что нужно будет отключить мозг. На самом деле, эту презентацию нужно слушать несколько раз. Каждый раз вы будете проникать сюда глубже, глубже, глубже. Наша задача научиться драться. Вы в карате. То есть можно учиться долго, а можно достать пистолетик и вылетит пулька, и самурая нет. Наша задача с вами уметь принимать быстрые решения, касающиеся машинного обучения. Для этого нужно немножко разобраться в теме, и дальше я расскажу, чем я сам занимался. Все проекты, о которых я расскажу, я практически ходил сам в бэкэнд. Я увлекаюсь математикой, высоконагруженными проектами. В основном пишу на Java, изучаю функциональное программирование много лет, мне эта тема очень интересует. Плюс машинное обучение в коммерции. То есть, когда мы стали это внедрять в компании, у меня был первый вопрос, где деньги, как на это можно заработать. И вот именно с этой стороны я постараюсь вам дальше все рассказать. Ну что, вы готовы? Поехали. Была бигдата, психоз очередной. Теперь следующий психоз – нейронки. Вопрос, на самом деле, стоит ли нам волноваться, альбо нет. Я вам попытаюсь рассказать, что волноваться стоит, потому что то, что случилось за последние годы, не случалось никогда. Человечество стоит перед очень мощным выбором. Плюс ученые между собой поспорили. Был диспут в 2011 году, симпозиум, посвященный машинному обучению. Ученые спорили, на самом деле, нет общего мнения, что сейчас происходит. Но Мхомский, великий ученый, лингвист, спорит с Питером Норвигом, директором по исследованию Google. Спор о том, что Норвиг говорит, отключи мозги, давай, короче, деньги зарабатывать, хватит. А Хомский говорит, вы, говорит, не изучайте, вы не понимаете, как работает машинное обучение, вы не понимаете, как изработает искусственный интеллект. Давайте думать, давайте выделять исследования. Мы не понимаем, как работает нейросети, но на самом деле никто не понимает, как не работает. Тем не менее, вот это происходит, это кошмар. Почему это случилось? Сейчас, в принципе, третья волна хайпа, первая волна 70-й год, кибернетика, вторая волна, конец 90-й, когда нейросети стали довольно большими. Сейчас волна пошла с 26-го года, когда нейросети стали, железо стало быстрее, появились алгоритмы, появилась бигдата. В принципе, ну да, хайп, как бы. Но, с другой стороны, датасеты становятся больше, видите, экспоненциальный рост. Датасеты – это данные, на которых хочется нейросети. Их стало гораздо больше, мы постоянно пишем в Twitter, Facebook, за нами следят, то есть мы уже все на ладони этих крупных компаний, уже персональных данных нет, забудьте про это, забудьте про все. Персональные данные уже слиты. Вы отпечатками пальцев открываете смартфон, ваши отпечатки уже слиты на запад, все знают вас. Понимаете, уже все слито давно. Поэтому датасетов много. Плюс нейронки стали точнее за последние несколько лет. Если ошибка была на классификации, примерно в 30%, сейчас она составляет несколько процентов. Представляете, такого не было никогда за всю историю. Нейронки наступают нам на пятки. Плюс сами нейронки растут. Посмотрите размер нейросетей после войны. Видите, несколько нейрончиков. Сейчас нейросети, уже у них десятки миллионов нейронов, и мы видим, что они находятся между пчелкой и лягушкой. Такие боевые сперматозоиды атакуют человечество. На самом деле, вы должны понимать, что нейросети, пока это не роботы с головами человека, это такие маленькие полуживотные, полунасекомые, которые, в принципе, уже помогают бизнесу очень хорошо. Если так же все пойдет с такой же скоростью, то к середине этого столетия нейросети по количеству нейронов достигнут количества нейронов у нас, в человеке. Это очень серьезный звоночек. Плюс сейчас идет психоз на тему увеличения слоев, количества слоев нейросетей, а количества элементов внутри. Мы видим, что он все начинал в 2010 году с нескольких слоев, количество слоев сейчас растет, и качество их улучшается. Ну, 152 слоя. Представляете, что это такое? Это кошмар. То есть крупные корпорации могут себе это позволить создавать огромные нейросети. И эти нейросети большие, посмотрите, нейросети сейчас уже обогнали человека в классификации изображений. И других задачек, я буду рассказывать о них дальше, посмотрите, уже обогнали. То есть, да, у нас выхватывают кусочки мозга и повторяют их кремнии. Это факт. Плюс бигдата оказывается очень хорошо ложится на нейросети. Именно они способны обучиться лучше на бигдате. Именно эти алгоритмы глубокой нейросети, диплюнинг, как раз бигдатой кормятся. Хотя, если у вас мало данных, не надо отчаиваться. Во большинстве компаний данных мало, поэтому вы можете использовать классический алгоритм машинного обучения. Байциклозификатор, логистическую регрессию, машину портных даров и последний хит от Яндекса, Катбуст. Не переживайте, если данных мало. Плюс, что произошло еще? Железо подтянулось. Появились в шестом году мощные видеокарты, которые позволяют не только играть на них, но и также использовать для расчетов. Майнеры сейчас, кстати, тоже майнят на видеокартах. Это подстегнет всех нас, производителей железа, к созданию еще более мощных видеокарт. На видеокартах что у нас? Обсчитывается нейросети, я дальше об этом расскажу как. Также в последние пару лет мы видим кучу бесплатного софта для обучения модельной машинного обучения. И от Google, и от Microsoft, и от Amazon. Мы используем компанию Diplom 4G, а для прототипов Keras. Берите готовые, пользуйтесь. Ну то есть халява плис на самом деле. Большой тренд сейчас это перекупка ученых, математиков. Facebook перекупает Ян Ликуна. В Google великий Ян Гудфиллов работает, который создал ГАНы, генеративно-созвязательные сети. Salesforce работает великий ученый Ричард Сочер. Поэтому как бы дальше тренд на науку ускоряется. Это конечно хорошо. Как работать нейросети? А как мы с вами работаем? Я не буду рассказывать. Вот как мы, мы и есть нейросети. Вот как мы учились в институте, как мы учились в школе. Читаем что-то, повторяем, спим, встаем и что-то помним. Даже алкоголь имеет свое отражение при обучении нейросетей. Есть метод регулизации, называется друпау, при котором при повторном обучении нейросети, при прогоне, ну как бы датасета перемешанного, вы выбиваете часть нейронов, вы их гасите. По сути алкогольчик такой. Так что в принципе мы и так понимаем, как они работают, потому что мы сами нейросети. Я не буду про это рассказывать дальше. Какие возможности сейчас есть у нейросетей? Они на самом деле потрясают. Вот эта картинка оригинальная. На вход нейросети подали размытую картинку, и она попыталась восстановить ее. Посмотрите, что она сделала. Посмотрите, что она сделала. Она восстановила детали, немножко не так, как здесь, но она попыталась дорисовать их, додумать. То есть некий искусственный человек, дорисовывающий детали реальности. Здесь нейросети вообще с нуля, по сути, отрисовали после обучения на других фотографиях, отрисовали сюжеты. Да, у вас будет унитаз на потолке, у вас будет диван и стены торчать. Сейчас пытаются даже порно генерить такое. Не рекомендую смотреть. Да, нейросети могут додумать о нас детали реального мира. Они мыслят. Это, по сути, как бы такие наркотические сны. Но, тем не менее, это факт. Такого не было никогда. Здесь генеративная сеть с педалькой, так называемый conditional gun, когда при обучении сети фотографиями удерживается некий, на латентном слое некий параметр, который определяет рост. И потом вы подаете на вход сети совершенно другую фотографию, которую она вообще не видела. И говорите, а вот теперь покажи мне рост. И она начинает молодеть и старить фотографии. Посмотрите, дорисовывать морщины, например, седину. Видите? А здесь еще прыщи бы, наверное, дорисовало угри, на самом деле, юношеские. Это факт, коллеги. Так это сейчас происходит. Нейросети могут... Они понимают, что такое старость и молодость, они дорисовывают эти части на изображение. На самом деле, ну, это поразительно. Это можно использовать в полиции, в медицине и где угодно. Здесь мы видим по эскизу сеть отрисовывает дом. Здесь добавляет цвет. Здесь день меняет на ночь. Здесь по эскизу дорисовывает тоже эскиз цветной. Здесь вот интересно, сеть дорисовывает утраченные части изображения. Посмотрите, как она это делает. Крабика дорисовала. Ну, правда, не очень хорошо, но тем не менее. То есть сети понимают, как устроен наш мир и способны восстанавливать эти детали. То есть такого никогда не было. Это феномен, я считаю. В BITX24 мы используем нейросети для распознавания лиц. Мы находим человека по картинке и достаем его профиль из ВКонтакте. Работаем с нашим партнером FindFace. Также можно по лицу определять человека без аутентификации, давать ему скидку на покупку. Либо начинать и заканчивать рабочий день. BITX24. Также известна модель верстка по дизайну. Вот ссылки на научную работу. Я эту работу изучал в свое время очень глубоко. В общем, суть в том, что на вход в сети подается картинка, на выходе она дает такую верстку в таком пока приютивном языке, но тем не менее сложность уже соблюдается. Ошибка порядка сейчас 25%, но тем не менее это звоночек для верстальщиков. Это сложная сеть. Я не буду, наверное, раскрывать, как она работает. Но здесь это генеративный, это автоэнкодер с латентным слоем. Короче, здесь сложно. Короче, суть в том, что через сеть пропускают лекарства, которые борются. И ставится флаг, что лекарство побеждает рак. Затем входят вот сюда в латентный слой и прогоняют по нему возбуждающий импульс. И говорят, а ну-ка покажи все свои мечтания и все свои сны, которые ты вообще можешь придумать по поводу лекарств, подавляющих рак. И сеть выдает набор лекарств, из которых часть новых лекарств, подавляющих рак. Это действительно факт. Это так работают ганы, особенно кондиционал ганы. Я как бы сейчас формировкам точно не даю, но тем не менее вы поняли. Вставляют сюда некий стимулятор и начинают смотреть, как она вообще может еще что дать по тому, как она научилась. Такие эксперименты на мешах. Тем не менее, нашли несколько лекарств, подавляющих рак. Плюс рекуррентные сети. Их тоже были в 90-х годах еще, но сейчас их активно используют. Они позволяют из последовательности действия восстановить некую картину смысла. То есть я тебе сказал, пошел ты нафиг состояние, агрессия. Это рекуррентная сеть. Известный пример этих сетей – это машинный перевод. Google. Каскад рекуррентных сетей. Мы что-то говорим на одном языке. Внутри она помечает это как некая точка смысла в мета языке, который объединяет все другие языки. То есть точка смысла, некое состояние. Затем это состояние разматывается на другом языке. Чтение покупан. Нейросети обгоняют людей уже в два раза лучше. Чувствуете, наступают нам на ноги. Ответы на вопросы по картинке. Здесь есть некая картинка, показывается. Есть набор заготовленных вопросов. Маленький, большой, средний, между, допустим. Сеть задается вопрос на чистом языке, совершенно на английском. Сеть выбирает релевантный ответ. В некоторых случаях в датасетах опережает человека. Это можно уже использовать и будет использовать и уже используется в роботах, в всяких автомобилях и так далее. Обучение с подкреплением. Здесь сети обучили играть в некие игры, довольно простые, двухмерные. Они побеждают в этих играх человека. Алгоритм очень простой. Пропускают все пиксели через нейронку. На выходе она должна говорить, куда двигать джойстик или стрелять. И на выходе говорят, выигранная игра они. Очень тупой алгоритм, тем не менее сеть обучается и играет лучше человека. Я только начал. Где же подвох? Спасибо. Подвохов много. Первый подвох – нужна бигдата. Если у вас нет бигдаты, у вас не будет глубокой нейросети, вы будете использовать простые алгоритмы, как правило, менее точные. Второй пункт – вы пригласите математика. Он будет вам говорить вот такими интересными параметрами. Кластеризация, классификация. А вы будете говорить, как уезжать клиента. Вы понимаете, что вы будете говорить на разных языках. И это на самом деле проблема. Третья проблема – вот это персональный компьютер, машина Тюринга, на базе которого сделана такая известная игра ГТА. Какая связь между машиной Тюринга и ГТА? Связь прямая – это код. В нейросетях сейчас то же самое. Придумали новую машину Тюринга, по сути. Новую возможность решать задачи, применяя искусственный интеллект. А вот таких приложений пока нет. Пока все это на уровне фана идет и каких-то начальных бизнес-применений. Еще подвох. Вам тут все понятно? А это книги по машинам обучения, такие часто. Вот тут мне еще понятно, а вот здесь мне уже непонятно. Рестритер больше машин, глип-самплинг. Ну, только осталось выйти в коридор и выстрелить себе из ружья в голову. На самом деле это проблема. Ну, мы же разработчики, что-то надо делать. Поэтому, если вы хотите лезть в дебри, придется изучать математику глубоко. И, так сказать, это факт. Ну, я вам не рекомендую лезть в дебри, потому что я сам разработчик, я не математик в образовании. Дальше. У вас в интернете все работает, на ваших данных ничего не работает, где ошибка в данных, модели, в коде, в голове, где? Если у разработчика задача решить, делать так, чтобы все работало в коде хорошо, то надо еще крутить коэффициенты, надо подбирать модель, надо подбирать данные, нормализировать их и, так сказать, думать. Это на самом деле сложно, поэтому это пятый подвох. Создавать модели машинного обучения интересно, круто, но на самом деле сложнее, чем просто писать код. Это я вам говорю как разработчик. Раз, наверное, в пять сложнее задача. Но, тем не менее, очень интересно. Я вас, наоборот, зову сюда. Так, все нормально. Дальше будет еще сложнее. Не бойтесь, еще больше отличайте мозги, еще больше постарайтесь получить удовольствие и на уровне интуиции пытайтесь меня понять. Значит, мы разработчики, вот что мы обычно знаем. Выделено жирным. Все остальное мы, как правило, не знаем. Из науки. Ой, что-то я нажал. Никто. Плюс сама наука знает очень мало. Мы даже с сих пор не знаем, как распределены простые числа. Гипотеза Риммана, не утверждает, но лет за этой функцией работает, а почему она работает, не знает никто. В науке много таких примеров. Нейросети очень плохо изучены. Почему они сходятся, непонятно, не доказано. Тем не менее, они работают, и их уже используются в бизнесе. Поэтому наука открывает ящик Пандоры. Мы с вами открываем ящик Пандоры, а наука будет нам рассказывать, может, еще 10 тысяч лет нам что-то докажет по поводу университетей. Ну, плюс еще сама наука применяет такие методы, типа Монте-Карло, Лас-Вегас. Когда сложно решить задачу в лоб, начинается такое шаманство номерологическое. Нейросети, в принципе, это такое же номерологическое шаманство. Тем не менее, оно работает. И по сути, мы с вами инженеры, вот чем мы будем заниматься. Мы будем вот из говна и палок делать летательные аппараты, наука будет вот доказывать балансы, но тем не менее, как бы это работает. А это взлетит через миллион лет. И, возможно, тогда она уже будет никому не нужна. Если вы зайдете в стандартной библиотеке, ну, это Скайкертон, например, то, что связано с нейросетями, будет в самом конце, обычно нужно это тоже почитать. То есть я к тому, что это не игрушки. Но тем не менее, что делать? Это факт. Как работает нейросеть? Самый главный вопрос, который получают разработчиков. Ну, на вход я даю сигналы некие, умножаю на веса, типа прогоняю через нормализацию, получаю на выходе что-то от нолика до единички. Ну, в простом случае, работает так. Это работает один нейрон. Вопрос, а почему я должен тут умножать и складывать? Почему я должен умножать и складывать? И вот откуда это взялось? На самом деле, все это берется из скалярного произведения векторов. А это все тесно связано, ну, не знаю, с тереемом Пифагора. То есть это все как бы математика изучила, описала, это линейная алгебра. И здесь, если посмотреть на эту формулу, можно потом прочертеть некую плоскость, нормаль плоскости, сокращать ознаменатель, у нас останется в числителе скалярного произведения векторов, у вас получается вот эта сумма. Я к тому, что ничего сложного нет, и вот эта сумма в расчете работы одного нейрона, она получается с помощью применения обычных математических теорем, которые легко вывести на листочке. Поэтому это все доказывается, если хотите, скачайте презентацию, посмотрите. Я сейчас буду быстро доказательства проматывать. Дальше. По сути, получается, что делает нейросеть? Она в этом, что делает нейрон? Она очень связана с логистической регрессией в этом отношении. Что происходит? У нас есть точки. Точки мужчин, некие векторами, векторами женщин. Сеть нейрон строит некую плоскость, гиперплоскость, которая их разделяет. Вот и все. Ваша задача с помощью машинного обучения это гиперплоскость поворачивать. И все. Вы подобрали коэффициенты, они управляют этим поворотом. И один нейрон так работает. А когда у вас много нейронов, у вас получается нейросеть. Вот и все. Я думаю, понятно. Дальше. На выходе то, что у нас получается после умножения и сложения, мы пропускаем через нормализирующую функцию, ну, называется она сигмоид. В данном случае вот она. Их много. Вы можете выбирать одно из. Обычно выбираются какие-то такие классические. Видите, для ускорения работает. То есть не надо тут париться никогда. Дальше. Вы даете на вход сигнал, умножаете на веса, и очень легко на калькуляторе все это увидеть, посчитать, как это работает, что у вас получается на выходе. То есть математика на уровне подготовительной школы, подготовительной группы детского сада. Подкуда матрицы вообще сберутся в книгах? Ну, потому что вот эти веса удобно представлять в виде матрицы, в виде векторов. Вот и все. Матриц не нужно пугаться. Они просто введены для удобства. Дальше. Производную нужно понимать. Отношение приращения функций, приращения к аргументу. Потому что для того, чтобы... А якобы на матрице я пока пропускаю. Для того, чтобы понять, как нейросети учатся. Когда у вас... Вы пойдете на вход данные человека, и хотите понять, мужчина это или женщина, а вы ошибаетесь на выходе, нужно прогнать ошибку по узлам нейросети, скорректировав веса. Чтобы это сделать, нужно дифференцировать сигнал ошибки по узлам. Используя chain rule, это обычно уже хорошо изучена математика, классическое дифференцирование. Тем не менее, это все можно для себя доказать. Ну, кому интересно, можете посмотреть, как это работает. И на выходе надо скорректировать ошибку. Есть кост-функции различные. Каждая кост-функция... Ну, кросс-энтропия, например, теория энтропии по Шемену. Там, значит, по Шемену, там достаточно долго объяснять. Короче, берете готовую функцию, убираете. Для классификации вот эти, для регрессии вот эти. И все работает в коробке. Вот. Для того, чтобы дифференцировать руками, либо взять готовый фреймворк, я рекомендую готовый фреймворк, типа, например, Керос, который вот на Тианом на Торче, он вам автоматически дифференцирование ошибки проведет. И дальше поиск. Для того, чтобы сеть сошлась, нужно ее оптимизировать. Самый популярный метод оптимизации, Адам, берете готовую, и все. Ну, чтобы сеть свелась. Ваша задача, смотрите, это так подкрутить коэффициенты в весу нейросети, чтобы она классифицировала бизнес-задачи хорошо. С минимальной ошибкой. Для этого вы ее сводите. Так. Тензоры – это многомерные массивы. Есть для питона, есть для джавы, есть для луа, для пищи пинеты не будет. Значит, и вот получаем простой классификатор. На вход подаем сигнал, умножаем на веса, суммируем на выходный аромизатор. Потом это все забираем несколько нейронов, просто скомишь с собой в виде слоев. Получается нейросети. Я думаю, все понятно. Все понятно. Дальше будет сложнее. Я пошутил. Итак, значит, трэш закончился. Теперь начинаем обрабатывать данные, которые мы будем подавать на входные аромизаторы сначала. Давайте данные научимся визуализировать. Построим гистограммки. Это самое простое и понятное вообще, что есть. Строим гистограммки и для разработчиков, и для бизнеса часто этого достаточно. Ну, пример, как мы, допустим, делали, визуализировали данные на сервис скорой сайта клиента на Bittrex. Собираем данные, храним в Redis по скорости посещения человеком вашего сайта. Собираем, ну я пропускаю, собираем, обрабатываем, короче. Это в Амазоне. Вот, выводим гистограммку. Скорость посещения вашего сайта разными людьми. Мы видим, насколько быстро работает ваш сайт. Гистограммка. Дальше ее можно растянуть во времени. Ну, классно же. Классно. Никаких нейросетей, никаких математик. Дальше можно клиентов раскидать на карту. У кого быстро, у кого медленно. Я занимался этим проектом. Писал серверный код. В принципе, рассказывал, что писал. Дальше мы также решили вывести не только клиентов вашего сайта, но и вообще все клиентов нашего сервиса Bittrex24. А я тоже этим проектом занимался. Тоже писал серверный сайт. Собираем данные, клики. Выводим на карту мира все клики наших клиентов. Видите? То есть простой задачей визуализации с помощью отображения на карту можно очень много сделать. С помощью гистограмма. Даже без нейросетей уже можно сделать кучу полезного. Ну что? А теперь будет кластерный анализ. Теперь что такое кластеризация? Кто понимает? Допустим, к нам залетели комары сюда. Вот это комары девочки, они там. Комары мальчики здесь. В трехмерном пространстве мы понимаем, что это два облака. Мы кластеризовали данные. Когда у вас измерение 100 или 1000, например, скорость звонков, количество звонков, время звонков, пол, возраст, вес, цвет. Это параметры вашего клиента. Измерение, допустим, 100 или 1000. Вот у вас сколько-то клиентов. Вы можете из них математически увидеть, какие облака они группируются. По сути принцип такой же. Только в многомерных пространствах это работает. Собирайте данные о пользователях. Делайте кластеризацию с помощью стандартной библиотеки. Любую, по-моему, бесплатно. И получается у вас три кластера. Вот такой кластер, такой кластер, такой кластер. Затем маркетинг начинает работать с кластерами непосредственно. И получается у вас хороший фидбэк, хорошая релевантность при работе с кластерами. Вы не раскидываете спам. Известный пример кластеризации Walmart, когда отцу стали приходить купоны на скидки для беременных. У нее дочь была. Она говорит, а я не беременна. Проверили беременна. Она сама не знала. Математика поняла, что она беременна по поведению. Ее отнесли к кластеру беременных. Пришла дочь, математика увидела, что она относится к кластеру беременных, и отправили маркетинг на приложение. Вот что такое кластеризация. Вот кейсы в Google, Facebook. Сейчас можно выгрузить хэши от e-mail, телефонов ваших клиентов. Они найдут, увидят, к какому кластеру они относятся, найдут еще людей, относящихся к этому же кластеру. И вы можете, например, 100 клиентов выгрузить в Google, Facebook, а потом они находят вам еще 100 похожих математически на них, таких же беременных. И дальше вы даете по ним рекламу. Это кластеризация. Я думаю, я вас зацепил этой темой. Дальше вы будете копать. Мы в Bitrix24 собирали информацию по нашим клиентам, которые поиск сервисом Bitrix24. И мы определили, кто из них, мы определили кластера, о которых я рассказал выше, как используют наши сервисы Bitrix24. Кто звонит, кто пользуется задачами, кто пользуется бизнес-процессом, мы увидели и стали с ними работать более точечно и правильно. Дальше, персонализация. Это другое. Все знают, что смартфоны не нужны. Нам внушили, мы зазомбировали. И поэтому, если в магазине выложить смартфон, то их, как говорят, покупают большинство. Но остальная часть думающего населения, она не покупает их. Она покупает вот эти вещи, которые способствуют интеллектуальному развитию. То есть длинный-длинный хвост, который продается мало. Здесь небольшой хвост, который продается много. Это о рекомендациях. И вот с помощью персональных рекомендаций мы как раз можем продавать свои товары. И дальше маркетинг дает персональные рекомендации людям. Конверсия очень большая, вырастает, а жалобы на спам нет. Ну, какие алгоритмы самые простые? Коллаборативная фильтрация. Если я смотрел Стартрек и Звездные войны, и я в Тостом Поглавтике, если девушка смотрела Стартрек и Звездные войны, скорее всего, это тоже будет интересно в Тостом Поглавтике. Это интуиция алгоритма юзер-до-юзер в системах рекомендаций. Это машинное обучение, но довольно простое. Затем у вас он предложил алгоритм item-to-item, глобаративной фильтрации. Отмечаются пары в заказах либо просмотрах. Пиво с чипсами, чипсы с орешками. Если девушка заинтересовалась пивом, положила в корзину пиво и чипсы, естественно, есть связь пива и орешки, есть связь с чипсами. Понимаете? Очень простая интуиция. Теперь вы понимаете два принципа работы глобаративной фильтрации. И можете уже их использовать. Третий принцип. Если салом часто покупают горилку, и салом часто покупают борщ, но частота разная, то когда я захожу на страницу сала, мне показывают борщ и горилку. Это не персональная рекомендация, но тем не менее, тоже работает хорошо. У нас в Битриксе, это есть в наших магазинах, это уже встроенный алгоритм. Я тоже этим проектом занимался, писал сервер сайт. Короче, вот как у нас работает. Есть модели по 10-20 миллионов матрицы товаропользователей. Махау, ТС, библиотеку я использую, немножко доработал. И мы даем рекомендации нашим клиентам в наших магазинах. И вы также это можете делать самостоятельно. Дальше. Есть контент-бест рекомендации. Они работают по-другому. Если я хожу по сайтам, система собирает в куки мой текстовый профиль, и дальше я захожу к вам в магазин, определяются похожие товары, и мне они рекомендуются. Не похоже, не рекомендуется. Принцип контент-бест рекомендации. Но то, что сейчас нам реклама идет через смартфон, это контент-бест рекомендации, как правило. Реализуют их просто с помощью поисковика. В Битриксе мы тоже реализовали, тоже этим проектом занимался. Ставится поисковый движок типа Люцен. И все. И через него дальше вы работаете, индексируете данные клиентов, а профиль клиента, допустим, храните в Redis. Вот как у нас это получилось. Сейчас покажу. Вот. Мы собираем данные в Redis, в Canis или в Kafka. Индексируем, храним профили в памяти, куки, тег текстовый. На диске у нас хранятся товары магазинов. И дальше мы даем рекомендации этим людям. Я зашел, система проверила, насколько мой профиль совпадает с товарами в магазине, через поисковые индексы раздает. На самом деле нечего кодить. Получилось, поставщики, все сайты на Битриксе, больше 100 тысяч потребителей, десятки тысячных магазинов, теги профиль, название страницы собираем, индекс товаров, пишем название товара пока. Индекс несколько гигабайт, несколько сотен файлов в папке. Все это лежит. Контент обслуживает большой кусок рунета на одном сервере. Нечего делать, коллеги. Контент без рекомендаций. Делайте свои, либо используйте наши. Идем дальше. Классификация. Значит, здесь другой принцип. Мы собираем данные клиентах, прогоняем через классификатор, и клиент, и клиент говорит нам, купит человек услугу, либо не купит. Как это работает? Значит, можно прогонять все, что угодно. Купит, не купит, любит, не любит, бросит, не бросит. Уйдет из компании, не уйдет из компании. Вернет кредит, не вернет кредит. Чувствуете, да? Чарнрейт, это банковский рейтинг. Нам катальщик кредиты выдают. Вы приходите, система вводит все данные у вас, и математикой классификатор определяет, да, давать вам кредит или нет. Чувствуете? Это договорит им сейчас везде. Классификатор. Таким образом, потом приходит новый клиент, я даю на вход его данные, система говорит, купит, уверен классификатор, отлично. Я не купит, уверен. То есть я ему не предлагаю. Так я предлагаю ему кредит, так не предлагаю. А так не знает классификатор уверенность 55%. То есть все. И вот когда вы используете нейросеть, у вас вот эта вот штука будет, встречаться гораздо реже, потому что нейросети будут работать умнее, чем обычные алгоритмы, как правило. В итоге приходит толпа новых клиентов, прогоняющиеся классификатор. Если они что-то купят с большой вероятностью, вы им даете со скидкой это, и вы знаете, что это люди ваши, маркетинг с ними работает. Конверсия высокая. Вы увеличите конверсию, за счет этого вы продаете больше. Вы не делаете тупой спам людям. Так работают сейчас на Западе. Магазон, Амазон, Нетфликс, Фейсбук, Твиттер, Все используют нейросети машинобучения, для того, чтобы продавать больше. Но для этого нужен маркетинг 2.0, который начинает в их компании создавать несколько моделей, купит лопатую машину, станет платником, и маркетинг на них отправляет персональные рекомендации. Чувствуйте разницу. Не просто тупой спам валит на всех, а конкретно работает с целевыми группами, на которые он математически определил, что они купят. Вот пример, как это можно внедрить в компании, и как мы это у себя частично в битрексе используем. Звонит клиент, мы определяем, уйдет ли он конкуренту математически, если станет платником, определяем модель, если да, принесет больше тысячи долларов в год, если да, звонок маршрутизируется через CRM, через колл-центр, на менеджера по особо важным клиентам, которые делают персональные предложения, а мы уже знаем, как делать персональные предложения, мы уже знаем, как делать, как определять склонность клиента к каким-то напиткам или каким-то услугам, и клиенту делать такое персональное предложение, от которого невозможно отказаться. Эта система, конечно, математически заставит вас удержаться в компании, потому что система просчитала, что вы выгодны. То есть вы должны понять, что с помощью машинного обучения, внедренного в компанию, это все модели машинного обучения, это все классификаторы, а это у нас матрицы персональных рекомендаций, которые тоже можно реализовать и как классификаторы, и как непараметрические модели, которые висят в памяти матрицы. Это можно реализовать через нейросети, неважно как. По сути, больше то ваша цель в собирающей компании такую модель. То есть на самом деле, ваша задача, чтобы маркетинг научился этим пользоваться, потому что вы как разработчики эти модели, я уверен, напишите, нам нечего делать на самом деле. На Керосе все это делается за вечер с кружкой пива. Задача в маркетинге, чтобы и в бизнесе ваша компания начала пользоваться вот этим. А вот это, в этом сейчас, мне кажется, проблема. Проблема не в технологиях, проблема в нашем маркетинге, который на 10 лет отстал от запада. Вот что происходит. Классификация, бизнес-кейсы. Еще раз я их повторю. Найти клиентов, готовых сайт платным и удержать, удержать тех, кто готов к уйти, найти клиентов, которые готовы купить новую услугу, найти готовых в улице, определить клиента пол, определить выдавать кредит или нет. Это все кейсы классификации. Плюс еще можно классификацию использовать для этого. Мы используем B324. Я тоже занимался этим проектом. Кодил. Нейросеть. На вход даем текст. На выходе классификация, категория этого текста. Причем на вход он складывается, текст на разных языках. Это нейронка. На выходе от 50 до 100 категорий, точность 80, выше 80 процентов работы. И кейс определяет специалисты, на кого направлять этот текст. В итоге мы удалось улучшить качество работы техподдержки. Несколько сотрудников мы пересадили на работу по поддержке клиентов, а не на то, чтобы проверять тексты и раскидывать, значит, куда этот текст, к какому специалисту относится. Это пример бизнес-снедрения, явно. Плюс, если применить технологию, которая у нас, технологию зрительной горы головного мозга, некий конволюшен, свертку к разбору текстов, можно увеличить качество классификации. Мы это сделали пока в пилоте, пока на бой не выкладываем, увидели увеличение точности сети на 30%. Это к тому, что можно модели различных, машин обучения вместе с собой соединять, сейчас это весь мир делает, и как бы общего тренда нет. Вы можете попробовать взять, например, взять хвост ящерицы, присобачить в лоб вороны, и это будет работать хорошо, и если это позволит вам продавать лучше, это нужно делать. Пока стандартов нет, все пробуют соединять части мозга, разные куски нейросети между собой, чтобы работало. Вот пример. И вот как работает техподдержка. Делается вопрос, подается текст, система определяет, вот нейросеть определяла вероятность, куда кидать обращение, на какую категорию. Видите, очень просто. А так мы делали классификацию еще компаний наших, BITRX24. У нас больше 2,5 миллиона компаний зарегистрировано. Мы собрали статистику по ним, различные метки. Сколько звонил, сколько обращался, сколько заплатил, сколько раз заходил на свайт. И дальше сделали классификатор. И создали несколько моделей, которые позволяют, вот что произошло. Собираем триггеры, агрегируем их и затем классифицируем на несколько моделей. Несколько классификаторов делаем. В итоге, значит, получилось у нас, мы стали выгружать в маркетинг ранкинги, какие. По каждому клиенту. Вероятность, что он останется платником, вероятность, что останется надолго, вероятность, что он платник и от нас уйдет. В итоге, маркетинг стал удерживать этих клиентов, работать с ними и эффективность маркетинга значительно возросла. Пример. Бизнес применение. Ну что, у меня чат-боты. Это самая интересная тема, наверное. Тоже искусственный интеллект. В чат-бот. Кто использует чат-боты? Кому? Поднимите руки. А кого просят использовать чат-боты в компании? Ну, да, я вижу. Кто видит общаться с чат-боты? Я. Поднимите. Все правильно. Значит, что на самом деле? Потерю лояльности при переводе на чат-боты. Отличный вопрос. Да, все правильно. Дело в том, что мы разработчики, инженеры, мы учимся писать хороший чистый код, который легко поддерживать. А бизнес думает, что искусственный интеллект позволяет общаться с людьми на каких-то языках. В итоге разработчики берутся за голову и на регулярках делают какой-то дикий какой-то чат-бот, и надо все правила как-то чудо вписать. Но это не искусственный интеллект, это искусственное безумие. На самом деле, есть такая книжка, одна из моих любимых книг профессора Дэниела Журавски по NLP Natural Legends Processing. В ней рассказывается, как на самом деле можно обрабатывать текст, как вычленять оттуда сущности. Хорошая книжка толстая. Видите, он даже с ума сошел после этой книжки на голове носить. Короче, на самом деле, ну, можно сделать приоритетную логику и баску, можно построить симметические графы, можно употреблять ЛСД и гнать мед. Ну, как бы, это все сложно. И разработчики не будут им заниматься. Плюс еще в России у нас с нашим национальным корпусом русского языка, ну, все не так хорошо, он только развивается. Яндекс дал нам томиту парсера, это хорошо, и тупую Алису, это плохо. Морфологический словарь надо из потрохов питомовских где-то выдирать, а словарь синонимов тоже где-то выдирает. То есть, мы ждем, когда Яндекс даст нам хорошие, качественные библиотеки для того, чтобы мы писали нормальных чат-ботов, но пока этого нет. Пока есть только тупая Алиса и хороший Томитопарсер, которому уже, наверное, лет 20. Вот. И есть Эбби, у которого тоже есть наработки в этом направлении, но они тоже пока не мешают делиться. Поэтому, коллеги, все плохо с чат-ботами. Есть Томитопарсер, который может извлекать факты, то есть, он лучше, чем регулярки, гораздо лучше, чем регулярки. Он позволяет вам понимать, где существительное, где пролагательное, где глагол, где время, место. Но на него тоже нужно настраивать 500 миллионов правил, чтобы вот чат-бот работал хорошо. А иначе чат-бот на кого похож? На элочку-людоедочку, которая знает три слова. Вот что происходит. Тупые боты. Вот. Плюс еще есть фреймворки для чат-ботов. Amazon, Alexa, Microsoft Bot Framework, API. Это все на самом деле кастрация пшеницы. То есть, это просто фреймворки для того, чтобы можно было писать на них тупых чат-ботов. Но, тем не менее, есть маленькие кусочки искусственного интеллекта. Например, можно, вот Google очень хорошо продвинулся здесь. Он позволяет определять тональность текста. Правда, там, насколько я знаю, до сих пор английский, рутки не поддерживаются. Определять тональность упоминаний, вычленить некие факты из текста. То есть, уже какие-то подвижки есть. Например, если я захожу к боту и ругаюсь матом, интенда определять, сколько агрессивно меня кидают на менеджера по работе с агрессивным клиентом. То есть, искусственное интеллект сейчас в ботах есть, но на самом деле, на самом деле, математика еще очень далека от того, чтобы понимать хорошо текст. Ну, вот еще в Google предложил вам нейросеточку для парсинга языка. Опять же, это русский, вернее, dependency parsing. Это круто. Я не понимаю, почему в России наши вендоры это не предложили, я на это предложил. Я не понимаю этого. Почему в Америке русские парсят, а наши русские до сих пор не дошли. Я не понимаю, что происходит. Извините. Поэтому чат-боты сейчас можно применять для всяких узких задачек вот таких вот. В принципе, да. Ну, для таких вот очень простых. У нас есть чат-бот Марта. Она мне пишет, сколько задач, например, я создал. У меня есть. Когда у меня встреча. Ну, в принципе, да, полезно. Ну, в принципе, какая-то польза есть, как бы, ну, хоть какая-то. Вот. Плюс вот у нас есть тоже будет платформа BX24 для ботов, которых вот наши партнеры кучу уже ботов создали. Часть из них, конечно, полезна. Их надо использовать и как-то автоматизировать процесс. Ну, я к тому, что боты удобны когда? Когда вы заходите на сайт, а там программисты написали мазохический интерфейс в вложенном, в вложенном вложенном меню. Математический интерфейс. А я не хочу. Я блондинка. Я прикажу, говорю, хочу красивый, дорогой телевизор, который бы долго работал. И система должна мне его подобрать. Вот тогда бот мне бы помог. Ну, на самом деле, в ботах можно использовать глубокое машинное обучение Deep Learning. Есть модели под названием Deep Structure Semantic модель от Microsoft. Яндекс.Пайлик сделал на этой основе поиск углубленных Google Smart Reply. Мы в Битрексе сделали проект вместе с мэрией Москвы. Суть в том, что вы можете сформировать единый семантический процент вопросов-ответов или вопросов из документов с помощью вот такой конструкции, такой нейросети. Текст дается на вход, а это, например, заголовок документа дается на вход. Либо на вход дается текст, на выходе ответ на текст. Обращение клиента ответ на обращение. Делается сжатие с помощью нейросети. Затем делается некая операция опираться над ними двумя векторами и определяется их расстояние. Например, если вектора, ну, получается, у вас комариков, помните, пример с комариков мальчиков и девочек? Тут то же самое. Многомерное пространство, тысячемерное, ну, у нас там висят вопросы, а вот тут у нас висят ответы. И мы с помощью вот этого сдвигаем так эти ответы, чтобы они были рядом с вопросами. Получается, единое семантическое пространство вопросов-ответов совмещенное с помощью, в данном случае, скаля на позади векторов. Никто с ума очень не сошел. Вот. И это работает. Это работает классно. Мы эту штуку начали внедрять в наши открытые линии BX24. Люди обращаются в открытые линии, пишут с разных соцсетей вам в магазин, и менеджеры отвечают им в этом магазине, и мы подбираем менеджерам наиболее релевантный ответ. И мы сделали вместе с мэрией Москвы пилот, коллеги дали нам бигдату, а мы тоже на вход дали вопрос, на вход даем ответ, сжимаем, затем эти вектора делаем скалярное произведение, и эта нейросеть позволяет подобрать к вопросу наиболее релевантный ответ. Причем она там процентов ну 75-80 точно, насколько я помню, была, и в первую десятку попадает наиболее релевантный ответ, а дальше релевантный ответ. Но сеть может ответить на вопрос «Добрый день», может ответить «Бурч», а на втором месте будет «Здравствуйте, рад вас видеть». То есть вот эти вещи еще, их сложно обучить сеть, чтобы она так не ошибалась. Но тем не менее, такие алгоритмы есть, и для ботов можно использовать нормальные алгоритмы взрослые, не только регулярки дурацкие. Поэтому, ну, пилоты, как мы это делали, дипломинг 4G на Java, фреймбок для нейронок, стемен шингинг, ну, базовые вещи. Значит, на выходе, плюс еще я добавил обратный индекс с эвристикой поисковик, для того, чтобы можно было искать, если нейронка недостаточно хорошо обучилась. И вот самое интересное, наши эксперименты. Есть такая сеть, чарбезет, рекуррент на сеть, кто загоняет текст, она потом в твоем стиле генерит текст. Да, я уже заканчиваю, аларм. Значит, на вход Достоевский, на выходе она сгенерила текст в виде Достоевского. Видите, старые русские слова, какой-то бред, но в стиле Достоевского. А вот она сгенерила текст после прогона войны мира в стиле Толстого. И даже по-французски какой-то бред сгенерила, посмотрите. Это правда, но это не французский. Ну, главное, я все-таки настоял, и мы прогнали через сеть код ядра Bittrex на PHP. И она сгенерила текст на PHP, причем это текст без ошибок. Он делает совершенно бред никакой, но он без ошибок. Это все сеть сгенерила, представляете, точки, запитакой, телесниганила код. Поэтому это звоночек для программистов. Ну, и как бы я заканчиваю из того, что я вам не рассказал, я вам многое пока не рассказал интересного. Ну, как сети, допустим, учить муау и так далее. Но я думаю, мы в кулуарах это обсудим. Поэтому спасибо за внимание, коллеги. Удачи вам. Спасибо, Александр. Для многих, может быть, на самом деле неожиданно, что Bittrex рассказывает про machine learning, про какие-то большие проекты. Многие, может быть, думают, что это по-прежнему система управления сайтом. Не, на самом деле, это не так. Про machine learning еще мы и в прошлом году и в этом хотели сделать отдельную секцию. Полноценная секция не получилась, но класс, что Александр согласился про это рассказать. заодно у нас здесь есть стенд от компании Наполеон IT. Они тоже про machine learning предлагают курсы, поэтому если будет интересно пообщаться, может быть, вам интересно будет найти Александра стенд и все вот так. Я буду там как-то время потусю. Может, две вопросы дадут хоть? Один вопрос. Конечно. Коллеги, есть у вас вопросы или все понятно? Так, за вопросы даются бюро кофе коины. Один вопрос был от Александра, от Евгения Климова уже. Далее. С чего начать изучение этой темы? С того, о себе подумайте, каким вы себя видите через два года, через три года. Вы разработчик или вы математик? Надо ли вам это? Или вы бизнесмен? Или вы менеджер? Если вы разработчик, то надо брать готовые модели, внедрять и смотреть. В принципе, этого достаточно. Особо разбираться не надо. Надо писать хороший чистый код, который легко поддерживать. И на продакшене математика, аналитики будут вам управить. Я думаю, это самое лучшее разделение труда. Мы слишком разные. Инженеры отличаются от аналитиков. У нас другие задачи. Я ближе к инженеру. Я понимаю, что нужен чистый код и хорошие модели, и продакшен, и бигдата, и все. Поэтому определите, что вам интересно самому. Да, пожалуйста. Александр, еще один вопрос. Добрый день. Вопрос на засыпку. Почему у дипленинг именно питон? Даже не джава, а именно питон везде. Я поражаюсь. Какие хорошие вопросы я сегодня слышал. То про тупых чат-бодов, то про питон. Я вообще не знаю, что там питон делает, если честно. Я даже не понимаю, почему я вообще на свет появился. Тем не менее, я скажу так, что питон позволяет быстро писать кучу тонны говнокода с примечью математики. Очень быстро. Вот. И в этом его силы. На самом деле, я очень много кода написал на PHP. Вы будете смеяться, но PHP позволяет очень быстро писать много кода, а если ты умеешь писать код строго, это не говнокод получается. Питон традиционно используется в академической среде. умные люди, ну, как правило, пишут говнокод. К сожалению. Но не очень умные люди. И к питону все знают огромное количество библиотек. И вот эти библиотеки для работы с тензорами, например, с матрицами, на ГПУ, они реально крутые. В PHP подобного нет и не будет, я думаю, никогда. И поэтому питон. Вот, жуй кактус, ну, питон. Субтитры сделал DimaTorzok